Здравствуйте, уважаемые зрители, тема Мир Брит, с вами снова Схат Халилов, спонсор видеообзора Александр Спицын, два подписчика из Ростова, которые решили остаться инкогнито. В общем, я решил в видеообзор по бритью не монтировать, как я взбивал пену, потому что долго, там 8 минут. Это будет отдельным видеообзором, потому что не все любят смотреть, как взбивается пена. Некоторым кажется там удобным. Значит так, в этом видеообзоре мы обработаем кожу лица после бритья Denim Black, туалетная вода производства Италия. По ней отдельные видеообзоры сделаю. Побреем со станком Mule R41, достаточно таким агрессивным. Зарядим лезвие Gillette Silver Blue, вот. Пену я взбил из мыла для бритья по мазкам Omega, производства Италия. Мыло, ну я уже показать не могу, его распаковал. Это Хаслингер, Сайба Разизайфе, производство Австрия. 60 грамм, там такая шайба, короче говоря. Вот. И что мне нравится, пена, к сожалению, уже осела, пока я тут оборудован стоял. Добью ее сейчас. Очень слабо выражен аромат, как я и люблю. Ну вот просто супер. Ну все, во втором блоке, второй части мы непосредственно побреемся. А процесс сбития пены из крема я поставлю отдельным видеообзором для тех, кто любит сам этот процесс. Здравствуйте, уважаемые зрители. С вами снова Асхат Халилов, тема Мирбридз. Второй блок. Спонсор видеообзора Александр Спицын, два подписчика из Ростова. Еще раз спасибо и привет. Значит мы взбили из мыла, сейчас нанесем чуть-чуть, чтобы размягчить. Хаслингер, Сайба, Разизайфа, производство Австрия, пену. Вот я ее чуть-чуть втираю, чтобы размягчить щетину кожу. По мазкам Омега и Талия. Так, пока кожа размягчается, берем станок Мюллер 41. И сейчас, ну по нему был отдельный видеообзор. Ручка достаточно длинная. Зарядим лезвие Silver, Gillette Silver Blue. Кстати, вот предпоследнее. Ну видите, еще есть. Сегодня мы оценим ни станок, ни лезвие. Уже этот станок с этим лезвием мы прогоняли. Я, кстати, записываю в журнал. Не буду льстить своей памяти, какие станки с какими лезвием прогоняем. Так, достали аккуратно. Так. Сегодня мы оценим мыло для бритья производства Австрии. Скольжение, по скольжению. Вот. И как по совету Александра Спицына, я взял для первых видеообзоров с Мюллер 41 Gillette Silver Blue. Он сказал, что чуть снивелирует агрессивность станка. Так вот, как мне нравится говорить, со всей дури затягивать не нужно. Теперь, кино же, да, вот здесь вот горячая вода, но не кипяток. Давайте. Я вот тут добил. Пена, конечно, зачетная такая, сметообразная. Как, когда ты вообще не умел сбивать, я там выдавливал крем. И сразу на лицо. И кто-то, зритель, написал, что давайте, говорит, научимся сбивать достойную пену. Ну, слава богу, у меня сейчас ковида нет, черный такой юмор. Ну, в общем, аромат я вообще почти не чувствую. Но мне, в принципе, это и нравится. Кажется, Ренат, это один зритель моего канала, как-то мне прислал табак, что ли, как-то назывался. Мыло, которое очень-очень, в общем, там такой букет. Итак, пишите комментарии, но будьте взаимовежливы. И вот кто-то из вас написал, что надо от крышки. Мюллес R41 агрессивно от крышки, говорит, попробуйте. Ну, скольжение. По скольжению нормально, потому что может быть открытый гребень. В общем, оставляет. Мыло он на лице оставляет все-таки. Но он мне этим и нравится, если честно. Так, сполоснули. Несмотря ни на что, нельзя терять присутствие духа. И нужно бриться, если уж не совсем в хорошем настроении, то хотя бы в спокойном. Это еще и, как бы, правило безопасности. Потому что, если человек взволнован, дрожат руки. Да даже если руки не дрожат, а взволнован, увеличится вероятность пореза. Все-таки я начинаю менять технику бритья. Вот у меня привычка была раз, два, три, до пяти раз по одному месту проходить. А пены там уже нет. Скольжение плохое. Все-таки надо вот так вот и не лениться нанести еще пены. Вот, может быть, это и ответ на эту проблему скольжения по скольжению. Ну, частично. И, конечно, вот как есть такое вот в Айкидо, уважение. Вообще в единоборствах уважение к татами. Нужно выходить сконцентрированно. Если вы занимались каким-то видами единоборств. И у актеров есть такое уважение к сцене. И у тех, кто работал в цирке, да, там, примета не поворачивается спиной, что ли, Каренин. Ну, это техника безопасности. Чтобы, если там кто-то репетирует, он на вас не наскочил. Вернее, вы не заметите, как на вас наскочит. Я к чему веду, что в процессе бритья нужно маленько... Ну, нельзя совсем расслабляться. Это вы, если в кресле, в барбершопе. Некая концентрация нужна. Так. Вот. Давайте нанесем еще раз. Чуть-чуть добью. В принципе, я нормально сделал. Конечно, сегодня, может быть, чуть больше, чем нужно пена. Но это все-таки дело наживной опыта. Как бы на вкус и цвет, товарищи, нет. И кому-то из вас нравятся ароматы, которые зашибают. И пена для бритья такая очень ароматная. Вот я держу его. Ну, если чуть-чуть здесь, как ручку, как будто я пишу. Когда против шерсти. Полощем. Ну, процесс, если им так чуть-чуть концентрируешься, увлекаешься, короче, успокаивает. Но надо еще делать поправку. Насколько у вас жесткая, густая щетина. Ну, там форма лица. Вот, сейчас нанесем еще. Но для того, и поперек, и тем не бреюсь. Опять же, по вашему совету. Я все время резался. А кто-то из зрителей говорил, вы нарушаете правила. Нельзя объективно оценить станок, лезвие, пену, да, там, крем для бритья. Если вы вот там по ходу, поперек, против. Ну, поперек, ну, все время я режусь. Вот. И потом, как бы, вот здесь вот на шее особенно. Я наношу на все лицо, хоть и буду только местами проходить. Ну, осталось, кстати, не так уж и много. То есть, я сбил почти столько, сколько нужно. Ну, как бы мастерство. Руку набиваешь. Кстати, когда сбивался сегодня, рука устала с непривычки. То есть, вот представьте, те, кто работает в барбершопе. Да, там просто, конечно. Кстати, вот так вот делал такое выражение лица. Легче, вправду, как бы кожа натягивается. Кожа натягивается. Вот я сейчас стал уже, вы знаете, там не анекдоты травить, какие-то байки. Все-таки прихожу к выводу, что, конечно, лучше рассказать вам об ощущениях и о технике, которую я использую. Вот. Хорошее скольжение и по скольжению по мне. Может быть, может быть, я сбил правильную пену. Не сильно густую и не сильно жидкую. Ну, в смысле, вот знаете, есть такая пена, которая пустая почти. Она скольжение не дает и оседает быстро. Так вот, местами, что там со временем. Так как станок достаточно тяжелый, я стараюсь его контролировать, не давить, не давить, чтобы на следующий день не было раздражения. Прям не срезать там волсяные луковицы, или как их называют. Так, хорошее. Вот так делать нельзя, как я сейчас делаю. Но в кадре будет просто некрасиво. И, кстати, видел видеообзор на Витшевера. Он показывал станок, который в мыле. Ну, в общем, абсолютно, короче, это выглядел неэстетично. Так, теперь возьмем эту, так сказать, рыцкую чашу с полостем в лицо. Вот она. Ваффе, это не ваффеное полотенце, как его. Ой, в общем, забыл, как оно правильно называется. Так, теперь берем Denim Black. По нему я сделал краткий обзор. В нем есть герань, от которой у меня болит голова. Но я надеюсь, что она здесь не превалирует в аромате. И поэтому... Ох! Ох! Так. С перепугу взял сильно мало. Ох! Ох! Ну, смотрите, видите? Не щипет. Ох! Чуть-чуть у меня воспален нос. Я недавно был простушен. Ах! Так. Ну, ничего, мне понравился. Очень-очень такой он свеженький аромат такой. Если честно, он мне напоминает турецкую водку. Хе-хе, с пиктусином. Точно. И... Новая Заря. А Деколон есть Командор. Это уже мне напоминает. Ну, в хорошем смысле аромат такой, свеженький. Ох! Так. Смотрите. Сегодня я, прежде всего, оценивал мыло. Вот я взбил пену такую зачетную. Хаслингер. Сайбы развязаевые. Производство Австрии. В общем, небольшая шайба. 60 грамм. По мазкам Италия Мег взбил. Мне очень понравилось. Нормальное скольжение по скольжению. Но я сразу вам скажу, что, может быть, кто жалуется на по скольжению, как и я, у меня привычка 5-6 раз по одному месту пройти. Но там же не остается уже пены. Вот. Деколоном. Ой. Туалетной водой. Деним Black. Приятный аромат. Ну, во всяком случае, пока он меня не раздражает. Вот. Зарядили мы лезвие Gillette Silver Blue. Достаточно агрессивный станок. Мюлле R41. Смотрите, я сегодня, как бы, поменял чуть-чуть подход к бритью. Но должна быть какая-то эволюция. Я попытался, вот, как бы, соответственно, расслабиться, но быть сконцентрированным. Ну, как на татаме, когда выходишь, да? Как говорят мастера, нужно вовремя напрячься, расслабиться. Ну, так легко сказать. Трудно сделать. Порезов нет. Ничего не щипало. А завтра ухода в их качествах я потом расскажу это у мыла. Завтра будет ясно. Вот. Такого раздражения я, в принципе, и не ощущаю. Теперь я попробую лицо. Ну, достаточно гладкое бритье. То есть я прям так не давил, не выбривал себя. Вот. Но мы оценивали сегодня не станок мюлле R41 и не лезвие Джилет Сильвер Блю. Оценивали. Ну, эту шайбу я уже в кадре не могу показать. Она там чуть-чуть раскисла. Сейчас подсыхает. В общем, в воде. А мы оценивали мыло для бритья. Производ с Австрии. Оно мне очень понравилось. Очень. Но я, если вы заметили, меняю технику бритья. Я вот раз, два, максимум три прошел, наношу. Ну, еще благодаря открытому гребню, он частично... Многие зрители согласились, что пена частично на лице остается. Поэтому постскольжение лучше. То есть влияет, и видите, какой открытый или закрытый гребень. Но мыло мне понравилось. Первое. Самое главное. Оно меня не раздражает. Его аромат меня зашибает. Это субъективное мое мнение. На вкус и цвет, товарищи, нет. Взбилась хорошая сметанообразная пена. В общем, я в восторге. Также мне очень понравился Denim Black. Туалетная вода. Она, кстати, ее много на себя не надо лить. Там в комментариях, на сайтах я почитал, что достаточно устойчивая. Да, такой аромат. А Александру Спицыну и двум подписчикам из Ростова, которые решили остаться инкогнито. Еще раз спасибо за предоставленные аксессуары для бритья. В кадре в конце покажу. Все-таки герой сегодняшнего дня. Это пена, которую я сбил из мыла для бритья. Хаслингер, да? Сайбе Разезайфе. Производство Австрии. Ну, я в восторге. Можно сказать, что настроение к концу процесса бритья улучшилось. Всем удачи. Продолжение следует.